Добрый день, дорогие друзья! Мы переходим к нашей следующей теме. Недельный обзор рынков Fibagroup. И с нами сегодня аналитик компании Fibagroup Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошлая неделя была бурная, пятница вообще была огненная. Как вам эта неделя? Что видите, как торговать? Что касается этой недели, то не исключено, что торговая активность может сосредоточиться по дням, поскольку практически каждый день можно ожидать публикацию важной макростатистики. Что касается сегодня, то на американской сессии, я думаю, уже многие знают об этом, состоится выступление Джанет Йеллен. Поэтому не исключено, что все внимание трейдеров сегодня может сосредоточиться на этом выступлении. Поэтому не исключено, что торговая активность до американской сессии по-прежнему может еще находиться в достаточно слабом ключе. Даже несмотря на то, что вышли неудачные данные по фабричным заказам в Германии, видно, что сейчас евро-доллар немножко теряет, но видно, что это не столь значительно. Поэтому не исключено, что все-таки трейдеры будут ждать американской сессии Джанет Йеллен. Ну а что касается выступления Джанет Йеллен, есть мнение, что не исключено, что она может немножко успокоить финансовые рынки после неудачных данных по рынку труда, которые состоялись в прошлую пятницу. Если же участники рынка увидят в этих сообщениях и, скажем так, в этом успокоении очень положительные сигналы, то не исключено, что американская валюта может дальше продолжить свое укрепление. Поэтому такой сценарий очень даже не исключается. Поэтому, что касается тактики торговли, то рекомендую сегодня подождать. И если же все-таки Джанет Йеллен даст хорошие сообщения, то не исключено, что евро-доллар и любые валютные пары, где есть американская валюта, то есть доллар в США, не исключено, что может еще немного скорректироваться после недавнего роста. Поэтому такая интересная ситуация. Что касается других дней, то во вторник на европейской сессии, вернее, на азиатской сессии состоится объявление основной процентной ставки Резервного банка Австралии. Ожидается, что ставку оставят на прежнем уровне. Лично я ожидаю, что действительно так оно и будет, но тем не менее может быть рост торговой активности австралийским долларом. Что касается экономики Австралии, то известно, что данные на прошлую неделю в целом порадовались участников рынка, поскольку валовый внутренний продукт оказался положительным. Но тем не менее, все-таки инфляционные показатели розничной продажи вышли хуже прогноза. Но все же, например, данные по рынку недвижимости также оказались еще положительными. То есть в целом пока что новостной фон играет в пользу австралийского доллара. Поэтому если же ставка останется на прежнем уровне и в целом данные положительные, то исключено, что австралийский доллар может еще укрепиться от нынешних уровней и закрепиться в нынешних торговых рамках. Поэтому некоторый позитив по данной валютной паре, но и в целом по данной валютной паре, лично я еще дальше ожидаю. Также на ход торгов может еще и повлиять рост стоимости на железную руду. В последнее время видна тенденция укрепления этого сырья. Поэтому это в какой-то степени также может еще и положительно повлиять на ход торгов австралийским долларом. Также в центре внимания на этой неделе может стать еще и данные, то есть промышленные данные Великобритании. Они, конечно, там ожидаются переменные ожидания. Но если же все-таки данные выйдут лучше прогнозы, это, конечно же, может положительно повлиять на ход торгов австралийском в паре с долларом США. Даже несмотря на то, что сейчас на ход торгов сильно влияют опросы касательно грядущего референдума. Некоторые опросы говорят, что за, некоторые говорят, что против. Конечно же, это создает определенный новостной фонд, либо туда, либо обратно. Но, тем не менее, все-таки спекулятивные участники рынка могут отреагировать на публикацию данной статистики, поскольку это уже практически традиционное явление. Также в центре внимания может стать еще и выступление Амарио Драги. Оно состоится в четверг. Также в центре внимания может быть единая европейская валюта. Ну, а те, кто следит за экономикой Канады, в пятницу на американской сессии состоится публикация данных рынка труда данной страны. То есть, состоится публикация данных рынка труда Канады. Если же все-таки данные выйдут лучше прогноза, безработица снизится, то канадский доллар может, в принципе, даже показать свою дальнейшую динамику укрепления. Сейчас канадский доллар в паре с долларом США держится в положительном ключе. Если же все-таки ожидание роста, то есть снижение уровня безработицы будет сильно влиять на ход торгов, то канадец может все-таки преодолеть свои ближайшие ценовые поддержки. Поэтому такая интересная ситуация на этой неделе. Вот, я думаю, уже стало понятно, что практически на каждый день что-то будет, и поэтому торговая активность может как раз сосредоточиться в более равномерном ключе. Такая ситуация. Не так резко. Но сегодняшний день также может быть очень важным. Поняли вас. Хорошо, Богдан, спасибо. Хотите нам что-то показать на графике? Да, я сейчас готов показать графики цены, посмотрим, какие интересные уровни можно ждать на этой неделе. Да, отлично, давайте посмотрим. Иларион, это специально для вас, вы ждете графики, я знаю. Видите, он пишет уже в чате, перейдем на графики, уже перешли. Отлично видим. Отлично видим, да? Отлично. Хорошо. Что касается евро-доллара, то с точки зрения волны лето, видно, что здесь импульс закончился. В центре внимания как раз идет развитие коррекционного движения. Движущая волна А закончилась с красивым растяжением последней волны. Виден красивый разворот, коррекция, коррекционное движение в рамках волны Б. Также видно и то, что график цены вошел в торговые рамки, это 1.14.36 и 1.13.35. И на данный момент надежная поддержка для данной валютной пары, это как раз район 1.13.35. Лично я ожидаю, что этот уровень может еще дальше сдерживать график цены, поскольку в центре внимания может быть американская сессия, как я уже говорил, выступление Джанет Йева. Если же она все-таки успокоит финансовые рынки и даст, может быть, даже четкие намеки касательно просто ставки в этом месяце, то не исключено, что график цены может уверенно преодолеть поддержку 1.13.35. Поэтому рекомендую быть очень осторожным, внимательным, скажем так, быть на щеку, поскольку все-таки пробой этого уровня на хороших сообщениях может дать очень хороший сигнал даже продавать. А если же спекулятивно участники рынка готовы дальше ориентироваться на американскую валюту, то на таких парах не исключено, что график цены еще сможет дойти до ближайшей поддержки в районе 1.12.18. Поэтому такой сценарий очень даже не исключается. Ну, а если же все-таки Джанет Йева даст некоторое разочарование, то не исключено, что график цены может закрепиться в нынешних торговых рамках. Это район 1.14.36 и 1.12.35. Что касается австралийца, австралиец в паре с долларом США держится выше, чем 0.7309. Здесь наблюдается практически такая же ситуация с точки зрения волны лета. Импульс закончился, в центре внимания коррекция. Движущая волна А сейчас закончила свое дальнейшее развитие. И не исключено, что все-таки, если же все-таки австралийский доллар дальше покажет свои укрепления, то не исключено, что график цены еще сможет дойти на этой неделе до 0.7490, где в рамках такого движения может развиваться коррекционная волна В против предыдущей движущей волны А. Но если посмотреть спекулятивно на данную ситуацию, на более мелком периоде, на А.С. 4, то видно, что график цены все-таки немного не дотянулся до сопротивления в районе 0.7385. Запас ходов этого уровня еще есть. Также видно и то, что график цены сейчас немного пока что консолидируется. Понятно, после такого обильного роста пара график цены немножко остепенится. Поэтому сейчас вот видна такая ситуация. Но если же все-таки участники рынка будут настроены положительно касательно грядущего объявления ставки ЕРБО, то не исключено, что график цены еще сможет дойти до 0.7385. А если же график цены уверенно преодолеют этот уровень, в таком случае не исключено, что график цены могут закрепиться в более высоких торговых рамках, с целью на 0.75.03. Вот такая интересная ситуация по австралийскому доллару. Ну и что касается канадского доллара, то канадский доллар красиво вышел из русел восходящей тенденции, красиво преодолел поддержку восходящего тренда, закрепился в более низких торговых рамках. И также видно, что график цены неоднократно пытался достичь минимума 20-х чисел мая. И если же тенденция укрепления канадского доллара продолжится, то не исключено, что график цены еще сможет дойти до этого уровня в районе 1.29.04. А если же все-таки участники рынка будут ожидать улучшенных данных по рынку труда, то есть если сократится безработица, если же участники будут даже ждать этого сокращения, то в таком случае этот уровень может быть даже и смело пройден. Поэтому рекомендую взять во внимание, если же все-таки будет пробой этой поддержки, то будет сигнал продавать дальше. Вот так. Хорошо, поняли вас. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Богдану. Богдан, ну традиционный вопрос, давайте остановим демонстрацию рабочего. Традиционный вопрос, в каких сделках сейчас находитесь сами, что интересно уже увидели? Или может быть? Я, скажем так, спекулятивно проехался на тех движениях, которые мы наблюдали в пятницу. Но пока что сейчас я не в сделках, лишь жду выступления Джанат Елана. Если же она даст хорошее сообщение, в таком случае я буду дальше продавать евродовую. Я понял. То есть до вечера вы предпочитаете лучше посмотреть, чтобы не попасть под горячую руку, да? Да, да. К тому же сегодня день достаточно слабый, нет важной макростатистики. Поэтому я считаю, что снимаем на вечер. Я понял. Ясно. Спасибо большое, Богдан. Хорошего вам дня, удачи вечером. И вам хорошего дня. До свидания. До новых встреч.